Здравствуйте, дорогой зритель мой любимый! Надеюсь, что вы к нам все-таки приедете, прям очень сильно. Продолжаю для вас снимать разнообразные интересные видеосюжеты, которые, может быть, вам понравятся, может быть, будут даже бесполезны. Хотя нет, у нас каждая весточка с юга, я думаю, только в плюсик. Итак, сегодня мы находимся практически в конце Пионерского проспекта, перед началом Витязева. Сзади меня вы видите вот это здание, давайте поменяем камеру. Это называется Экопарус. Следующий Южный Парус, и потом там дальше вход в обычный парус. То есть на территории бывшего обычного паруса здесь появилось очень много разнообразных мест. Вот это вот результаты подтопления, которое у нас было буквально вчера. Мне пишут, это было уже давно? Нет, ребят, это было только вчера. Особенно в ТикТоке там, прям, люди не могут поверить, что у нас два потопа за одну неделю. У них это прям такое сверхсобытие. Парковка, если я не ошибаюсь, это относится к селению. То есть раньше здесь была территория именно Пионерский проспект. В советские времена все это создавалось, да? То есть широкие проспекты, прогулочные зоны слева, справа. Ну, потом вот видите, наша администрация продает участки. И зачем нам Пионерский проспект и зеленые зоны, когда мы можем здесь парковать машины? Нет, я думаю, вот так, да? Здесь вот вход в обычный парус находится. И тоже парковка между зеленых зон. Ну, зачем? На юге зеленые зоны. Надо везде делать парковки. Я понимаю, вдоль дороги бы сделали, там расширили на одну полосу и все машины там ставят. Нет, вот именно где зелень была. Южный парус. Вот такие вот статуи. Очень красивые статуи стоят, радуют. Могу похвалить парус вообще, в принципе, скамеечки, кстати, таких эсеровских времен стоят. И мусорки рядом с ними есть. Причем это не единственное. Мы уже несколько с вами прошли. Ну, и вход в обычный парус, где стоит шлюпка, от которой идет фонтанчик. То есть мотать вперед мы сегодня с вами будем смотреть по сторонам. Ну, и наслаждаться всеми этими видами, смотреть на отдыхающих, которые здесь есть. Пляжи, могу сразу сказать, у нас сверх переполнены. Поэтому то, что вы видите впереди, вас многие шокируют. Я думаю, что в тех городах, кого там сейчас прям массово заставляют вакцинироваться, вознают вопрос, блин, столько людей, народу, где все маски, каски, смазки. Ну, смазки, каски, все остальное. Вакцинация в том числе у нас начинает работать с 1 июля. Потом в августе вообще говорят, что без прививки вы в Краснодарский край не сможете заехать и снять жилье. Но заехать, возможно, сможете, а вот жилье снять нет. В связи с тем, что заезжать вы можете без прививки, то есть так как вы можете двигаться в прям... О, малинку продают. Ягода, малинка, красота, золото, деньги, партии, разнообразные предметы. Здесь вот на Пионерском проспекте находится единственный магазин, в принципе, в ближайшем расстоянии. Я часто им пользовался, мороженое здесь покупал, чтобы охладиться и получить, кажется, удовольствие от южного солнца, а не париться на солнце. Ну и холодная водичка. Там в кондиционерщик заходишь, но очень часто бывали очереди в нем. То, что вы сейчас впереди увидите, здесь то же самое. Строительство сделали. Кафе «Фалина», пожалуйста, вам на территории здесь есть. Работает римская пицца, шашлык, свинины, завтраки. Стоимость можно, блин, борщ 300 грамм, 250 грамм. Горядина, капуста, свекла, лук, морковь, картофель, томат, сметана, зелень, сало, чеснок, гривеный хлеб, лук, 250 рублей. То есть как-нибудь надо зайти попробовать. Сейчас накосим бабла. Здесь была зеленая тоже зона, но теперь здесь построили вот этот новый корпус. И вместе с ним здесь облагородили эту территорию. То есть это делало, как я, Вселенная, Фалина, то есть там один комплекс, так сказать, собственников. Тоже называется это здание Афалина. Я думаю, это к Парусу относится, но нет. Ну так вот продается Пионерский проспект. То есть территория зоны зеленой становится территорией застройки. Ну, выглядит, честно, красиво, симпатично, молодцы. Зону эту также благоустроили. Потому что теперь прогуливая здесь, получаешь эстетическое удовольствие. Там лавочки, мусорки, места для курения. Вот так вот красиво оформлены точки для продажи фруктов, овощей. Ну, какой-то плюсик от этого есть. Минус для меня то, что зеленая зона превращается в капитальную застройку. У нас в Анапа уже бетонный мешок. Это очень хреново для тех людей, которые приезжают к нам на отдых. В общем, вот так вот теперь выглядит эта зона. И вот сюда, видите, приезжают как раз-таки из Репина отеля еще. Привозят людей, которые ходят здесь также на пляж. Собственно, возвращаемся к пешеходным переходам. Напротив этого здания здесь переход и проход к морю через Селену. Раньше Селену проход, это был между Одиссеей и бывшим санаторием Москва, нынешним Анапа, был проход пожарный и проход к морю. Потом с течением времени эту территорию опять-таки администрации продали, ее купили. Вот построили Селену. Селена теперь один из топовых отелей, три звезды, которые находятся здесь на Пионерском проспекте. Плохих отзывов, честно, вообще не встречал. Все отдыхают. А нет, слушайте, говорили, что хотят, чтобы в номерах там была мебель получше. Я, в принципе, сам видел, как тут чуть ли не каждый год что-то обновляется, что-то делается. Поэтому для меня это был немножко удивительный отзыв в этом году. Напишите, если вы отдыхали, как вам мебель в номерах, хотели бы ее поменять или нет. Именно вопрос с тем, кто отдыхает в Селене. Здесь находится у них столовая, места для положения мешочков своих, чтобы вы ничего с собой там не набрали и со столовой не уперли. Собственно, экскурсионные маршруты разнообразные. И вот это вот как бы относится к общему проходу, но также является территорией Селена. Селена ее, вот видите, в какой чистоте, порядке, то есть благоустройстве содержит. И здесь прогуливаться к морю одно удовольствие. Еще бы вот эти деревья дождаться, когда они вырастут, станут большими раскидистыми. И тогда здесь будет вообще прям тенистый проход, морюшко. В общем, подождем. Я помню, они были совсем маленькие, когда их только посадили. А сейчас тоже вполне себе красивые деревья. Также имеются вот такие разнообразные беседочки, в которых можно посидеть. Тоже абсолютно любому человеку, который ни разу не видел, чтобы кто-то, проходя мимо, присел, его кто-то выгонял. Нет, здесь все довольно-таки спокойно, чинно и классно. Ну, еще, то есть поселение прям очень хорошие отзывы, друзья. То есть я уверен, что вы не сможете тут даже забронировать. Единственное, что вот в связи с тем, что у нас вводят с 1 июля въезд по ПЦР-тестам, либо по сертификатам о вакцинации, а с 1 августа только по сертификатам о вакцинации в Краснодарском крае. Я считаю, что это геноцид нашего гостиничного бизнеса, да и вообще в принципе бизнеса в Краснодарском крае. Потому что в Крым вы можете поехать абсолютно бесплатно, ну, грубо говоря, не вкладывая ни туда ни в свое здоровье, как говорится, риски, не, как говорится, тратясь на прививки. Какие розы просто, фантастика. Аромат какой тут стоит, друзья мои. Ай, супер. То наши отели потеряют очень много уже туристические агрегаторы, заявляют о том, что есть пад по бронированию, есть большие отказы по бронированию, потому что не все согласны делать что-то насильно, какие-то мешать свой организм. Ну, есть и те, кто вакцинируется, наоборот, радуются, что люди будут меньше. В общем, кому-то минусы, кому-то плюсы, у всех разное восприятие. То есть, видите, детки катаются на качельках, беседки, беседки, то есть, плиточка чистенькая, классненькая. Ну, один из таких лучших проходов. Хотя, честно, я не сторонник, чтобы застраивали проходы именно в море. Ну, тут, как говорится, бизнес. Предложили территорию, ее купили. Ой, хорошо, что ее так использовали. Хорошо, что мы можем свободно здесь проходить. Потому что о реалии России говорят о том, что другие могли бы вообще полностью наглухо перекрыть. И потом ходили, судились. Возьмите, например, какую-нибудь СУКО, в примере, там, санаторий смена, который перекрыл, даже детей других не пускает через территорию, потому что с левой стороны, там, раньше, тоже был проход. Хотя, суды выиграны, все, но, говорится, авоз и ныне там. Здесь, в селении находится, с левой стороны, открытый бассейн большущий. Я как-то там даже фотосессию на территории его проводил, когда плотно занимался этими делами. Магазинчик есть. Также я видел ранее здесь был, а вот, по-моему, здесь, да, проводятся разнообразные там мастер-классы для деток. Прямо могут участвовать абсолютно все, и отдыхающие, и не отдыхающие здесь. То есть, повторяю, очень интересно смотрится на это. Смотрите, сейчас обед, и просто толпы людей на бассейне. Ребят, вот дюны, вот там море, бассейн, битком. Вот такие вот, не знаю, движухи, не знаю, почему так. Но это наши реалии. То есть, не все особо любят у нас ходить. Вот, просто люди массово идут. Может, там что-то случилось на море? Почему туда все идут? Место для курения, пожалуйста. Там целая беседочка, где можно посидеть, подымить. Здесь в этом году также вот меняли тротуары, менялась озеленение. Ну, реально симпатично. Не подумайте, я ни разу не отдыхал, никого из хозяев не знаю. Никто мне денег не давал. Я просто руководствуюсь вашими отзывами и своим впечатлением. Иду здесь и показываю вам, как бы хотелось, чтобы у нас выглядели проходы к морю. Просто реалии жизни. Проход через Жерен, жемчужную Россию. В правой стороне между базового отдыха Анапа, вот который за забором, за этим находится, и соседним там военным тоже, ну, министерством внутренних дел, каким-то там фансионатом. Там просто два забора, колючей проволоки только не хватает. Вот такой же зеленый. Здесь, видите, селена засадила. Там вьющимися деревьями, чтобы это действительно было красиво, классно. А для тех, кто отойдет, именно селеновский. Здесь можно даже перед отелем помыть ножки, пройти, чтобы не тащить песочек на территорию. Все остальные проходят мимо. Их здесь охранник без браслетов не пропускает. Фонтанчик. Там есть торговые ряды, в которых продаются разнообразные вещи, аксессуары для отдыха. Там круги, мруги и так далее. Лимонад, квас, мохито. Мохито, мохито. В общем, друзья, весь полный спектр услуг и развлечений, которые вам только могут понадобиться, либо пригодиться. Тут тоже мы видим результаты подтопления. Видите, за дюнами также стоит вода, и уровень ее был гораздо выше. Видите, насколько ушло. Вот в этом именно корпусе, честно говоря, вы не найдете свободных мест. Видовые проданы еще в прошлом году, еще когда лето не закончено, на следующий уже год. То есть вот так вот популярно все. Это мне также рассказывают мои подписчики. Здесь мы видим, что дюны сносились в этом году. Видите, остатки, вот как они обваливаются, сухие корни. Мы видим, вон там сухие даже ветки обваливающихся деревьев. Это очень плохо, что люди себе позволяют такое, конечно. Ну, настил есть, и санатория Парус здесь передвигается. Очень много людей на колясках. То есть всю зиму ходили. Тут была вообще дюна такая огромная. То есть все было нормально, когда отдыхали только люди с ограниченными возможностями. А летом, когда приехало чуть побольше людей, так сказать, пошло финансовое вливание, и начали сносить. Видите, тоже вот все это корни, это все убийства наших дюн. Видите, сколько сухих уже деревьев тут стоит, к сожалению. Пляж Пантената Селена, вы уходите направо, а по прямой мы сейчас с вами, кажется, подкнемся в территорию санатория Парус. Я, кстати, не знаю, как сейчас. В этом году раньше ты подходишь, и прямо вот тут был вход. Вот сейчас куда-то его сместили. Хм. Прям интересно. То есть теперь забор, либо в Селена туда, либо в Парус надо, чтобы входить сюда. Здесь у Паруса футбольное поле, смотрю, идите играть, волейбольная площадка тоже занимается. Там лежаки с той стороны, душевые кабинки, и все остальные агрегаторы. И теперь смотрите сразу вот, такая система, что есть теперь проход рядышком сразу с территорией Парус. По факту, если вам два шага сделать вправо и пройти между заборами, либо через территорию, никакой особо разницы нет. И поэтому, ну, какой смысл заходить на территорию. Хотя вас не имеет права никто запрещать, чтобы выходили через территорию того самого Паруса. Ну, не пойдем, пойдем по обходу. Потому что, ну, в принципе, что тут метр туда, метр сюда. Разницы, в принципе, никакой. То есть вот так вот они хитро вышли из положения. Ну, и оставили место для прохода забора. Вот они, русские реалии, как вам проходить на пляж. Ну, теперь просто немножко охреневайте от количества людей, которые здесь отдыхают. Смотрите, территория, огорожен с забором. Это вот наша санатория Напа. Вот такая территория. Там практически никого нету. Полиция нас бережется, к сожалению. Ну, тут хоть не такой с вертухаями забор, как на юности. Ой, я не так сказал, с похожими на вертухаев спасателями, которые сидят на таких вышках, там говорят, кому куда идти. Ну, и здравствуй в Анапа. То есть вот это вот те метры, которые оставили всем людям. То есть здесь я вижу, что территория заполнена, используется по полной. Санатория Напа вообще пустая стоит. Ну, реально, да? То есть всех людей прижали просто к берегу. А теперь наблюдайте, как отдыхают наши люди. Наши люди, поднимите руки. Если вы свечите эти звуки. То есть лежаки сюда вытаскивают. Люди, которые отдыхают на территории паруса. Хотя бы парусу стоило бы запретить это делать, так как лежаки занимают место на общественном пляже. Вот такие вот дела. И посмотрите, ребята. Привет, Анапа. Не знаю, уменьшится ли количество людей, конечно, сведение многих ограничений. Сейчас это выглядит просто восхитительно. Температура воздуха. Там, где мы сегодня начинали, было около 30-точки. У моря 28. Даже, наверное, там больше, на 31 было. Там вы видите, наверное, уже отсюда, что водоросли присутствуют на берегу. Что-то дальше, что пляжи Дужной России находятся. Ну и, собственно, здесь тоже есть водоросли. Дальше надо заходить, чтобы море было почище. Такой сильной камки нет. Купание разрешено, хотя присутствует довольно-таки приличный ветер с моря. Температуру водички мы сейчас с вами замерим. Ну, место в море есть. На берегу с этим посложнее, конечно же. Но, тем не менее, вроде бы все выглядит довольно-таки интересно. Ну, я, честно, не купал купал. Мне водоросли не особо нравятся. Не люблю купаться, когда море зеленое. Поэтому я всегда жду, когда море чисто, либо купается рано утром, когда море не такое сбаламученное всеми этими людьми, которые приходят. Чего я вам советую. Сейчас, допустим, уже время 11. И это пограничное, когда желательно уже уходить с пляжа. Просто дальше будут получаться ожоги нахожие. Дальше будет некомфортно себя чувствовать, терять сознание. Ну, и для тех, кто в сферном проблемы, тоже это ничему хорошему не приводит. Ну, и, собственно, температура моря 25 градусов. Такие вот два. Всем хорошего отдыха, дорогие друзья. Вас очень прошу, если посмотрели, и вам понравился мой рассказ, пожалуйста, подписывайтесь на канал, сделайте репост, поделитесь со своими друзьями. Я для вас сделаю от души все эти движения, чтобы вы знали, куда вы приедете, где будете отдыхать. Ну, и, собственно, отдых у вас получился самый лучший. Допустим, еще один такой лайфхак. Всегда спрашивайте конечную цену продукта, которую покупаете. Тату, продукты, фрукты. То есть, прежде чем все посчитать, как говорится, в общую сумму, всегда уточняйте, что, сколько стоит. Потому что даже в столовых можете очень сильно удивиться, сколько у вас выйдет 3 кусочка шашелка. Допустим, вчера у меня за это взяли 700 рублей. Всем хорошего отдыха и пока-пока.